Енисей 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 Естественно, пересекать все очень хорошо, друг друга знаем, поэтому желаем ему как можно больше побед. А вы знаете, в таком случае, переложить на этот матч, как в стиле, как в команду? Да, стилистика понятна, но вы понимаете, можно предусмотреть все, что угодно, но когда идет подача, у нас защитник, вместо того, чтобы подойти к нападающим, отходит от него, мы пропускаем гол, здесь можно предполагать все, что угодно. Поэтому уровень мастерства, уровень принятия решений, быстрый и правильный, он очень важен в современном футболе. И здесь все эти нюансы, они и позволили сегодня Енисею выиграть. Мы не доработали в нескольких моментах, и соперник нас наказал. Вот и все. Можно последний вопрос? Есть ли шанс в Динамо борьбе с Зенитом? Да, конечно, есть. Конечно, есть у Зенита большие потери, и Азмун, Ракицкий, защитник второй, этот, Хорват, Караваев. Большая группа игроков у них выбыла, поэтому вполне возможно, что они будут терять очки Динамо на ходу. Поэтому, я думаю, следующий тур, если не ошибаюсь, в ЦСКА Динамо, если победы, то будут бороться до конца. Если любой другой результат, то чемпион будет есть. Сложная очень игра. Опять, я понимаю, что на каждом интервью говорю, когда в те моменты, когда мне можно это делать, что каждая игра для нас – это определенный этап, очень важный, серьезный и тяжелый. И сегодня, безусловно, было то же самое. Не все у нас получалось, наверное, по качеству той идеи, которую мы видим для себя, которую мы требуем для ребят, не самая лучшая наша игра была. У вас игра с Казани, в котором игра был в Казани. Будет ли ротация состава на 20 апреля? Вы знаете, мы опять будем смотреть. Во-первых, у нас были футболисты, которые пропускали игру. С одной стороны, это плохо, это важные игроки для нас, с другой стороны, была возможность немножечко побыть в тренировочном цикле, потому что сейчас тренировка у нас после игры не в том объеме, который был бы, если бы они играли. Плюс все равно у нас, вы видите, что мы меняем ребят, мы даем играть очень многим. Какой состав будет, я безусловно не скажу, мы все равно посмотрим. Завтра восстановительная тренировка у нас, потом у нас подготовка очень-очень короткая, но она будет. И только во вторник вечер мы для себя будем понимать, кто будет играть. Возможно, что какие-то изменения, ну, они могут быть. А вы поле центрального стадиона смотрели? Да, мы смотрели. Единственное, мы были еще, когда травка была высокая, еще не постригали его. Ну, так было прям зеленое-зеленое. Сейчас уже знаю, что постригли. Съедем, сейчас обязательно посмотрим. Вы знаете, даже если что-то там не то с полем, если даже не то, то это не то будет и для нас не то, и для соперника не то. Поэтому в любом случае это очень важная игра для нас, так же, как и сегодняшняя, да, так же, как и игра 24-го. Но, наверное, она чуть более статусная для болельщиков. Мы очень надеемся и приглашаем всех тех людей, кто за нас болеет, прийти поддержать ребят. Это действительно очень-очень важно для нас, для футболистов. Вот, ну, какое поле будет, будем играть. И очень надеемся, что будет хорошее. Ну, мы не хотим в плен никому попадать. Для нас важно, чтобы соперники в наш плен попадали по нашим деталям, по нашим требованиям, по тому, что мы требуем от футболистов быть умнее, хитрее. И мы всегда приводим пример ребятам, ну, не всегда, а очень часто, что когда они, у нас там есть теннисный стол перед раздевалкой, да, и мы когда видим, когда ребята играют, как они пытаются обхитрить друг друга, там, кто-то подрезать, кто-то загнать, там, какой-то угол, потом перевести шарик. То есть, ну, они играют, как игровики, да, вот то же самое мы пытаемся от ребят добиться на поле, потому что это игра, это очень хитрая, интересная игра. И в плен должны попадать, понятно, что я так говорю сейчас из мира волшебных пузырьков, что все должны в плен попадать, но чем больше команд мы будем в свой плен забирать, тем для болельщиков, для наших будет больше радости. То есть вы не делите угол, а теперь все важно? Да, безусловно, все важно, потому что и здесь все очень интересно, и, как мы говорим пацанам, что вот и проявляется, да, когда там 2, 3, 4 игры, там все кажется, что что-то там вот легко, как-то не думаешь, а потом, когда ты понимаешь, что ты уже где-то вот-вот-вот и кругом вот-вот, и чуть выше, чуть-чуть ниже соперники, проявляется и ментальный, прежде всего, уровень ребят, готовы ли они, готовы ли мы, неправильно сказал, мы сами все вместе, готовы ли мы пройти через это сложное испытание, и такое же испытание будет на кубок. Спасибо. Моя Вячеслава, еще у меня еще вопрос. Сегодняшний серий без Саши Зонова, ну, выглядел совершенно по-другому, ну, как мне показалось, по-другому, если вы согласитесь. Так вот, в течение игры, рисунок игры, это за сколько больше соперников сегодня, или все-таки это не значит, что это что-то, что вы думаете? Ну, я, наверное, в самом начале и сказал, да, что не самая лучшая наша игра, и она именно не лучшая ни в отношении ребят, да, ни в старании. Сейчас очень будет много там беговой работы, мы когда датчики проверим, да, будет много спринтов, будет много высокоинтенсивного бега, мощностных проявлений каких-то. Но в нашей идее, чтобы мы, ну, доминировали, да, чтобы соперник больше бегал без мяча, чтобы соперник злился, чтобы мы умели подготавливать чуть больше подходов хороших футбольных и при правильном расположении нашем, чтобы мы меньше бегали, этого сегодня не было. И, безусловно, я не стал вначале говорить, что нет Александра, но, действительно, в очередной раз скажу, насколько это архиважный для нас футболист и хорошо, что он у нас есть. А то, что соперник, ну, опять, немножко ментально мы оказались не готовы, после того, как забили, потом были несколько хороших эпизодов, и потом прямо вот мы увидели, что сами упрощали в тех ситуациях, когда это было не нужно. И, знаете, опять, не потому, что мы упрямые хотим, вот, нельзя там упрощать. Действительно, когда сложная ситуация, надо сыграть просто, но когда есть возможность сохранить мяч у себя и довести за счет нашего расположения правильно, за счет того, что мы в тренировках, в теории, сколько мы показываем моментов, да, почему мы хотим это делать. Этого не было. Ну, вторая игра без Сашки особо. Ну, я, наверное, не скажу, что не пугает, наверное, где-то немножко расстраивает, потому что у нас есть молодые ребята, которые должны, и на самом деле, общаясь с ними, мы Александра, Олега Ланина, да, приводим в пример, как, что, зачем и почему они должны делать, для того, чтобы быть такими игроками. На самом деле, что Коля Марков, что, ну, понятно, что Коля сейчас мало играет, из-за того, что очень много пропустил, но вот его уровень, уровень Саши Зотова в тренировочном процессе, в деталях, в работе с мячом, вообще в ментальности, это два футболиста, с которыми, с уровнем которым мы раньше не работали, да, для нас это, ну, прям вообще показатель класса футбольного, солидного. И мы очень-очень хотим, чтобы наши ребята, которые есть у нас в команде, ну, тянулись, наверное, за ними, потому что это, прежде всего, нужно им самим, ну, и, во-вторых, это нужно нам, а еще важнее, что даже, наверное, важнее, чем я первый сказал, что им самим нужно индивидуально, это болельщикам нашим нужно. Я очень много говорю, прошу прощения, так. Может быть, Ноликов, зная вас, все-таки, вот, за это, за всеми дорогие, готовятся? Ну, безусловно, готовятся, безусловно, пытаются, и мы также готовимся, и мы пытаемся находить какие-то моменты, которые нам должны помогать. Зная Кирилла очень-очень давно, да, мы вместе, там, много времени в Динамо в Академии провели, и тренеры по вратарям очень близко знаем, да, безусловно, они знают нашу идею, детальки, там, наверное, не до конца знают, потому что они постоянно какие-то вылезают. Ну, это хорошо, что соперники нам предлагают какие-то вещи, которые мы должны преодолевать для того, чтобы сильнее становиться. Ну, это, наверное, опять, там, в идеальном мире каком-то, но хочется к нему двигаться, к футбольному идеальному миру. Да и не только к футбольному миру хочется двигаться, к идеальному.